А дальше то, что вы видите, это мисс Академия Нового Будущая, но в данном случае мы все-таки переходим к вопросу реальному. Вы меня просили раскрыть, весна впереди, прививка, я назвал это так, прививать, не прививать. А это пример привитого дерева. Подходить будем долго со всех сторон, и сегодня не захочем, чтобы не рассеялось внимание. Давайте так, прививать, не прививать. Вопрос принципиальный, помните, моя фраза из книги, статьи, 95% прививать не будут, не хотят, не могут, не умеют, еще десяток причин называют сами. Значит, давайте смотреть. Мы будем долго говорить про прививки, а не просто, вот я сейчас могу вам показать три-четыре фотографии. Привил так, привил так, привил так. Два-три секреты, которые не встречаются в этом интернете, или в статьях, и все. Нет. Мы будем долго эту тему рассуждать. Почему? Вы думаете, зря я в строк-министр обращался? Да, я знаю, я дурак. Вот. Я знаю, что у них ничего здесь, в ближайшее поколение не случится. Вот. Элита отделилась от нас сто процентов. Только она отделялась не по принципу, это не селекция. То есть люди через селекцию не прошли. И вот получилось так, что мы же как оптимисты, значит, зачем родился, зачем жить, все равно умрем. И вот, исходя из этого, я готовлю материал, это 69 вебинаров, это 400 фильмов до этого снято. Это книги, это статьи, учебные диски. Вот. Нельзя будет кому-то, когда-то все равно придется делать, климат и раскачивается. Нельзя будет вот оставлять так, как есть. Помните? Нужна ли вода, это самое, увлажнение при... для того, чтобы порастить семя. Боже мой. И вот само учение должно быть такое. Я уже заканчиваю эту, как бы, нудную речь. Вот. Студент должен все это. Или прослушать мои фильмы, или на основе фильмов специально сделано. Но никаких этих самых точек. Сделано так и точка. Он должен знать, как развивалось. Мы с вами все. И это затронем. Мы к Митюрину вернемся. Вот. Где, что. С одной стороны так, с другой так. Привьешь плохо, не привьешь плохо. Вот. Не привьешь, не получишь такое. А привьешь, может погибнуть. В общем, именно вот так, чтобы не зубрил и не угадывал. Вы хоть что, Евгений, знаете, что это угадывание? Угадалка. А? Самое настоящее. Уже какой-то процент уже и так угадывается. Осталось немножко мозги напрячь. Вот. Ладно. Так вот. Мы с вами сейчас готовим материал. И благодаря вам. Вы же сказали, раскройте прививку. Вот и раскрою. А когда-то это... Другого нет. Вообще в России и во всем мире другой литературы нет. Нет. Ведь потом, однажды, я вам покажу, как учат на Западе, если вы будете так делать. У вас только после моих этих, как называется, как раскрывая тему, у вас уже крыша будет сносить. Вы думаете, там умнее, на что ли? Их сторона только два этих. Вот. Мягкий климат из 40 этих опрыскиваний. Вот все, что они умеют. И прививки поставлены на поток на этом. На станке. Столько их делаю. Все хватает. Всю Россию завалить. Поехали. Так. Что касается нравственной стороны. Мы с вами берем, отрезаем в одном случае ветку скелетную. Это называется скелетная прививка. В другом случае мы отрезаем у самого низа. Ну, не обязательно у самого. Отпреваем в штамп. Так. Или в скелет, или в штамп. Вот. На какой высоте штампа, это вопрос уже, так сказать, потом. Это уже деталь. Вот. Вопрос принципиальный. Я за второй вариант. Почему? Тоже будем изучать. Но на этом этапе вы должны представить себе, что мы меняем в одном случае небольшую часть. Одна ветка из 40, да. Можно испытать новый сорт. Помните, я вам показывал грушу лада? Да, одна из 40 веток. Проверил, через 3 года погибло, а испытание уже прошло. Вот. Значит, тогда получается, мы отрезаем все дерево целиком. Ровно половину корни под землей. Отрезаем все, что наверху, заключаем 2-3 почек. Ну, примерно половину. Вот. Здравствуйте на это или нет. Мы калечим дерево. Тогда вопрос. Мы приближаем к себе, к северу культурного сорта или нет? Приближаем. Вот. Нравственная сторона, если так подходить, есть люди, которые говорят, можно добиться и из семян такого же результата. Вот. Есть даже какие-то наработки. Но для этого вам нужно стать селекционером. Вы можете как добиться успеха, как Мичурин, я вам покажу ниже. А вы можете ничего не добиться, потерять годы. Я уже не говорю о том, что 90% из вас как покупало, так и купят на рынке. На этот раз повезет. А вы знаете, вот эта вера, еще раз, национальная черта нас, россиян, одна, главная. Наивность, переходящая в эту самую, как еще, совсем уж. Потому мы так и живем, кстати. Всю жизнь. Сколько кто-то, 20 лет, пожалуй, кто-то 90. И все 90 лет мозги пудрили. Вы знаете, почему 90 лет человек нищий. Не потому, что он всю жизнь не работал, потому что его всю жизнь обманывали. И вот получается, что нравственная сторона на рынок, значит, ее надо отбросить. Чтобы хотя бы 5-10% из вас все-таки такие плоды имели. Вот они. Богословская сторона. Поначалу, когда я начал печататься, несколько человек накинулось на меня. И сказали, в Библии есть запрет на прививки. Вот. Тогда я, естественно, отвечал. А дискуссия шла, бывало, даже через газету. Приведите примеры. Я брошу. Наконец, через несколько лет только нашелся человек, который действительно привел пример. Но не из-за нашей. Знаете, как-то иудаизм и христианство как-то это две ветки. Они разделились. Не могу понять, почему. Вот. Я много чего понять не могу. В частности, вот это. И оказывается, именно не в христианстве, а в иудаизме, где-то каким-то из очень старых, старинных богословов, авторитетнейших, действительно была такая фраза про Иди Сина. Но я тогда ссылаюсь на то, что, извините, я человек неграмотный, я в богословии ничего не понимаю, поэтому я это самое, а раз не знаю, я не грешен. Буду прививать. Вот все, что касается богословской стороны. Вот. Пойдем дальше. Значит, приближение сроков по отношению. Это факт. И Мичерин приводит примеры, когда оно, казалось бы, и даже его убеждали, что приближает, но в ряде случаев не приближает. Но, тем не менее, во многих случаях приближает. Это заманчиво. Вот. Почему? Заметьте, я начал издалека, я буду долго, но нужно говорить. Может быть, даже несколько этих самых вебинаров. Я сижу и пью чай с самим Боднером. Я молодой, он опытнейший садовод. Он уже черешни у него, это, росли, подносили, а я только начинал. И вот он мне говорит, 25 лет ждал первое подношение груши из семян. 15 лет или 20 яблони. Ну, в отдельном случае, то есть это не характерно. Плоть до этого. И не замерзает, и не цветет даже. Не то, что цветы замерзают. Вот это крайний срок. Вот. Потом оказалось, что, да, много было. Вы знаете, у нас очень много паркетных их. Где-то, если говорят там про какого-нибудь военного, говорят, паркетный генерал. Если говорят про кого-то ученого, кабинетный ученый. Вот он сидит за столом, у него уже в башке отложилось, что абрикос я сам читал, на 80-й год должен заплодоносить. Ну, с рево это то же самое, ну, примерно. А он берет и подносит на 4-й, на 5-й, на... В среднем. 4-й, 5-й, 6-й год. Вот в это время. Его еще можно искалечить еще раньше. Насчет плодоносит. Еще раньше. И вот получается, что это миф. И, в принципе, одной проблемы становится меньше. Да, мне говорят, сколько ждать? Мы не хотим привезти. Мы не будем привезти. Сколько ждать? Я говорю, повезет. Первое цветение будет на 3-й год. Ну, это редко. Ну, чаще, где уже дерево морозцем прихватило, быстрее дать урожай. То есть, нечем радоваться. На 4-й год. Но на 5-й, 6-й это уже будет, о, какой урожай. Все. Нормально? Нормально. Привезти не намного ближе. Да, абрикосы могут первый год зацвести. То есть, это, однолетний саженец посадил, он уже цветет и плодоносит. Но, правда, редко. Часто пустответ. То есть, приближение сроком реально. Пункт 4. Сохранение качеств от маточного дерева. Как минимум, то, что сохраняет, во многих случаях, семечковые яблони, груши, как правило, сохраняют. Если уж написано, что это пипин шафраны, у вас и будет пипин шафраны. Хотя я и сажаю все на дикие, на дикие сибирские, она называется дикая сибирская яблоня, яблоня, сибирка. Вот так она называется, длинное название. Вот, сохраняется. У слив абрикосов не так, но мне больше кажется, что тут виноватый, ничего не так считает. Он уже когда не знал, ну, как объяснить, он говорил, что дедушка, бабушка. Понятно, да? Ну, и так сохраняется. Мы сейчас говорим о это. Раз перелем, скорее всего, сохраним. Ну, абрикосы, сливы, ну что? Ну, вдруг вы увидели, некоторые из них изменились плоды. Сегодня только я был в саду, я потом уже покажу, у Церенбаева. Привез по несколько черенков со всех трех виньярах. У него взял, привил на абрикосы, обнаглел, переплюнул у меня. У него все получились слази, ну, крупные сахары, примерно сахара 2 раза больше. У меня на Китае, а он на абрикосы. Вот. Разветка, наряди, красота. Попокажу вам ниже. Вот я, к примеру, ну, хорошо, а она не сохранила качество. Что, Церенбаев помнит? Отгоя или там, отгоя все. Нет, ходит, улыбается, говорит, вкуснее не придумаешь. Я-то думал, он же у меня пробовал, потом все интересные нарезали. А у меня эти сосадки, они хрустят на зубах, венгерские сливы. Я люблю такие, явно таких вырос, украинские, это самое, в школе, там, в специальном участке, или как-то там, в школе участок, в колхозных саду. Вот они такие, хрустятки с сосадки. Ну, сделал сосадки, ну, что ж. Итак, сохраняем, в этих случаях, влияние, но я плохого влияния никогда не видел. Если у меня обельчали абрикосы, королевские, вот королевские, они вот почти как на этой картинке, ну, уступает грамм на 10-20, 5-6 граммовые, королевские, очень 90 грамм. И вот, смотришь, в этом году была, я угощал на день, где их сохранили такие, мощные, ну, потому что урага были большие. А там, где больше усыпано, они вообще были 40-50. Абсолютно, пустейший, Абрикос, вот мисс Академия, подтвердит. Дальше идем. Снижение роста скелета. Да, это, пользуемся мы этим, и наука, и она привела к тому, что теперь вместо одного как. Так, вот, все-таки, ученый очень разный. Извините, я должен вспоминать и говорить, и с уважением, с пиететом, и не забывать, и все раз упомянуть. Что же, Валерий Петрович? А он не просто садовод был. Когда я подружился, он был же написан, а это он был ученый-эгроном. Вот. Так и называлась его организация. Зональная станция садоводства в Ордсараде. И вот, значит, у него получилось это, свои, как бы, как бы сказать, свои наблюдения собственные. Вот. У меня какие-то появились наблюдения. И не обязательно он должен был собраться с генеральной линией, вот эти вот карлики дебильные. Он и говорил, 100 кроликов не заменит, нет, не так, 100 кроликов не заменит одну корову. Ну, может, это, будучи на пиете, не может себе позволить, так говорить. А это, нет, так и будем кроликов разводить. Вот эти вот дебильные, с конями, которые падают при каждом берке. Вы думаете, за это, что это бетонная столба и проволока? Попробуй только это, не привыкли, все, прощаюсь. Все, подлежать. Дальше пойдем. Итак, снижение роста скелета. Оно еще сопровождается, у меня не просто этим самым, но еще сопровождается неполной белогрих совместимости. Вот. Вот это тоже надо иметь в виду. На карлика прерываем нормальный дерево. Оно может снизить скелет, а может просто погибнуть. А может упасть из-за неполной белогрих совместимости. Вот так. Следующее влияние приводено на подвой. Вот. Заметьте, я не говорила, что приводено на подвой. Я придумал новый термин. Селекция сверху вниз. То есть мы улучшаем в подобном случае. Так. Не так, вернее. Улучшаем. Это не так, это улучшаем. Борозок стеряется. Мы меняем свойства подвоя невольно, прививая, привой. А потом с этого подвоя вылезут эти самые плоды уже на нем. Ну, допустим, природа погиб. Или пары растут. Помните, я вам показывал. У меня первый с этим, с малосеверичный рос. Одновременно плодовался. Поменяем. Фильмы есть. Вот. Ирина Александровна как раз приехала, помню, с этим самым, с нашим ведущим, ведущим, господиайте, с виноградоводом, виноградом, бракалином. Вот. Как раз я ее угощал. Я ей сказал, вот пробуйте вкус. Вы уже видите, что таких кислоток хватает. Она практически кислоткая. То виноград, привой. То есть я не болту. Значит, еще одна причина, почему надо прививать. Почему надо прививать. Еще. Возможность испытать короткие сроки множества сортов. Правильно? У меня сейчас есть. Я не сторонник этого. Но, извините, мне землю никто давать не собирается. Хотя я заменил несколько институтов по качеству продуктов. Ну, то есть по работоспособности. Вот. Включая секретарь. Кто там еще у них сторожей. Ой, какая польза от меня. Вот. Уборщик, дворников. Тех, кто копал землю в Некине. И, ну, не знаю, бутылку коньяку поставила науку. Ладно уж. Премия государственная. Но факт то, что даже у меня сейчас есть пара груш, на которых 4-5 сортов. И все плодоносят. И все вкусные. Так вот. И для этого я и привал сразу 10. И еще скажу, немножко забегу вперед. Я сейчас, допустим, неделю назад был у этого, у Чернобаева. Я забегаю вперед, но скажу. Вот. Срезал у него порядка десятка веток позднего филиппиева. Почему? Ну, вот так получилось. У него, или не менее крупный. Но у него, вы поверите, я вам потом покажу. Вы думаете, это самый крупный. У него еще получился крупнее абрикос. Вот. Ну, как? Нормально это? Вот. Что такое еще лишнее этот? Как он называется? Лишняя прививка и лишняя попытка. И лишнее поколение. Вот так правильно я буду сказать. Вот так вот. И много таких примеров. Ну, и самое страшное. Дело в том, что в свое время была... В том, что я была вечерина, похерина. Я уже так выражаюсь. Сама вот это вот. То есть, действительно, плевать надо. Много пользы. Вот она польза. Да. Но самое страшное, что вот это было признано антинаучным. Ну, пока пойдем дальше. Почему? Потому что вот этот сад должен быть мертв. Сколько я читал? Знаете, иногда мне кажется, что я могу ошибаться, могу нет. Вот попробуй скажи. Вот я сейчас на следующем вебинаре примерно. Я надеюсь, на следующем или после следующем. Я вам покажу фотографию. Я нашел старый фильм, снятый при жизни Мичурина. Меня интересовал вопрос вопросом. У него было много неудач. Думаете, где они, значит, все это. Вот только новые сорта и все. Гибло по черному. Гибли страшные. Гибли привитые, гибли непривитые. Все гибло, гибло, гибло. Это не так просто. И мне интересовало. А вот эта современная агротехника по уничтожению садов. Уничтожение почвы, уничтожение штамбы, уничтожение веток, уничтожение всего-всего. Все, что берет в голову. Все вот это вот. Я вам приводил десятки примеров. А он-то так делал или он все-таки уже это. Как я сейчас делаю. То есть я это ничего не трогаю. Фактически не работает. И мне это интересовало. Ведь оно должно было исказить результаты. Понимаете? И вот сейчас попробуем разобраться с этим. Мы будем долго разбираться. Нудно. Я уже понял так, что ни одно и не две, наверное, на этих временах. Итак, уничтожение ворота к спиритого сорта. Вариантов несколько. Мы сейчас все сразу не сможем. Вот. Ну, попробуем. Понемножечку будем. Вот. Давайте сразу посмотрим такое. Итак. Внимание. Это очень важно. Хоть это еще не учеба, сами понимаете. Вам бы хотели, привели и выросла. А может быть и не надо прививать. А вы бы сейчас прощете и скажете, я имею в виду, он прав. А за ним такой опыт. Это, мы, это, все. Нет смысла на севере привитые растить. Вот. Знаете? Вспоминаем. При 30 градусах мороза погибают ростовые почки. При 25 цветочные. Я думаю, господи, когда же у нас такая зима была теплая. А абрикосы цветут каждый год, но иногда под завтрак попадают. Но цветут-то каждый год. В течение, там, 30 лет у меня цветут. У меня же таких теплых зим не было. А почему они мне уже сразу сказали, что у меня ни одного не должно быть. Вообще даже ростовых. То есть дерево должно быть мертво в 30. И вот тут, вот этот, вот самый, один из самых главных вопросов, вопросов. Если его разобрать, если я прав. А не на самом-то деле абрикосы-то, может быть, морозостойкие. Она столько, но если их оставить в покое. А вот эта вот дикая, дебильная, знаете, та дама, которая написала про 25 и 30. Это один из моих примеров. Я дискутировал на это, белорусской газете ТООКО. Она ее напечатала про солнечный абрикос, да? И потом меня напечатала. Она посадила в яму большую, ну, как бы, рисунок с гниющим этим. А потом у нее, конечно, абрикос должен сгнить. А у нее-то никогда и не было-то этих самых. Ну, и близко не было этих морозов-то. Сорок градусов-то там. Ну, те же 25. А теперь он погиб. Она делает вивод, что это морозостойкость абрикоса. А на самом деле он не погиб. Он не так, он не замерз, он сгнил. А к тому же добавим еще резать, резать, резать ветки. Я говорю, вот сколько лишних. Что получается? Получается, что ошибочное мнение, что там персик 25, 28, абрикос до 30. Что все это ошибки. И вот если так, то получается, может быть, мы действительно не увеличиваем морозостойкость. Прививка ведь. Прививка это же еще и калечит. А может быть, всю жизнь мы калечили деревья. Помните, это свои старые показывали. Тоже обрезка на кольцо. Да, сейчас клоточек сделаю. Читаем дальше. Разберем ошибочное мнение о возможности акклиматизации неустойчивых к нашим морозам иностранных сортов плодовых растений подставкой им холодозойких видов подвоев. То есть он, там дальше будет что-то горше, чем тут. Ну, пока читаем вывод. Разноженные таким образом сорта, преисправно вымерзали. Но и здесь встречаются, хотя и редко, исключения. Некоторые отдельные экземпляры, попавшие случайно на разновидность подбоя. Внимание! Вот это один из важных примеров, хотя еще не все. Обладающего особенно мощной индивидуальной силой влияния на привитание сорта в смысле передачи выносливости привитому сорту. Становятся выносливыми. То есть индивидуально. А ну-ка вспоминаем теперь мои маньчжурские амрикосы. Ведь это какая мощь? А плевал он на сорокоградусный мороз, мои-то уже точно. И когда за сорок было? Вообще по барабану. И я на него прививаю. Так? Теперь что получается? Он дает передачи выносливости привитому сорту. Ну. Ну, у меня-то вспоминаем теперь, что было. Королевский я беру образно. Прививаю первый раз сорок штук тридцать девять мертвых. Представляете? На следующий год последний сороковой погиб. А вторая попытка снова. Через несколько лет. Ну, через два года, допустим. И что получается? Одна ветка прижилась? Прижилась. Я с нее взял, это самое, взял, уже скелетную, да, скелетную ветку сделал. Потом я два сорта прививал. Я с нее взял десять привек на маньчжурца. И что получилось? Два живых, десять, где восемь мертвых. С этих двух взял ветки. И опять, ну, я примерно говорю, вот так, сам принцип. Опять на десять этих. Ну, уже косточки с этого же дерева, только годом, ну, станется годом позже. Но с этого, подчеркиваю, с дерева. То есть, близко родня. Получилось пять. В следующий раз семь или восемь, потом девять. А сейчас девять, десять, девять, десять. Вот она, мощная, индивидуальная сила влияния. И плюс, можно преодолеть это все? Надо было просто не останавливаться сразу. Вот. А у него получилось, знаете как, дальше. Ну, такое явление нельзя назвать эклиматизацией, уже в силу того, вот это одна из моих важнейших моментов. Может быть, и надо вам мне всем подряд рассказывать. Потом отдельный бебинар для тех, кому действительно уже вот все это надо знать. При попытке размножения взятых селька. То есть, если я теперь возьму, отрезаю чернок, а я убрал, переношу, вот так. И что теперь? Получается, что на этой ветке ничего не, ну, как сказать. Эта ветка не перенесла, вместе с этой веткой, качество морозойкости на новое дерево не перешли. А почему меня перешли? А теперь вспоминаем требования к витативным гибридам по Железову. Ну, кто книгу читал. Видите как? То есть, можно обойти это все. Вроде бы правильно, приговор при этом сделан. Все, прощай, Вася. А как было обойти? Я на все, в связи себе писал. По двое им родственники. А прямое не с первого на третий, на четвертый, на пятый. Все с одного дерева. А с первого на второе, второе, третье, четвертое, на пятый. В сумме что получается? Привыкали, 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 а они все родственники. И сеянец, который был там 15 лет назад и 10 лет назад. Они все родня, все с одного дерева. И у них дерево уже с 30 лет плодоносит и сейчас плодоносит. И мы имеем кучу сортов, которые не думают умерзать. То есть, получается, если нельзя, нормальные герои всегда идут в обход. Я пошел в обход и чего-то добился. При этом, не совершенно, вы заметите, я всегда относился с огромным уважением к Ивану Владимировичу. Почему? Потому что мы не это, не антиподы. Это просто эволюция. Ага, так нельзя, давай чуть-чуть в сторону. Ага, дальнейшее он взял, перенес на другое дерево. А другое дерево унес свой характер. Это дерево, значит, свой характер. Вот. При попытке размножения черенками в дальнейшем устойчивости не удержал. Почему? Ну, потому что другие уже эти подвои. Действительно другие подвои. А у меня они другие. Вот. И получается, что можно было расширить эту палитру. И кто мешает всю оставшуюся жизнь. Теперь смотрите. У меня в погребе лежит 50 тысяч костей. Ну, много продал, много подарил. Чтобы не говорили, что я только это, как коща бессмертная. Но, конечно, они ждут науку. Ну, опять смеетесь. Ну, хватит уже смеяться. Вот. Так вот, значит, они ждут науку. А теперь давайте посмотрим. Из них 30 тысяч – это сыновья манджурского абрикоса. То есть сняты уже, ой, подняты с земли из-под потомков, прямых потомков манджурского абрикоса. А если мы, знаете, теперь привьем этот же королевский, этот же роскошный, этот, вот. А если мы на них же привем, так уже привито, и все получается, видите. Вот, теперь я, получается, как, очень уважаю Мичурина, я считаю, что я продолжаю это дело. Вот. Ну, пришлось это... Пришлось немножко отойти от канонов. Ладно. О, Господи, куда я вас завел? Ничего практического я вам не сказал пока. Вот, вывод, смотрите. Акклиматизация. А у нас же в Сибири кто бы до нас акклиматизировал? Ну, кто? Ну, Хакасия. Кто бы до нас акклиматизировал? В Абакане этот самый, Байкал знаменитый, вот. Гениальный. Вот. У нас целая плеяда, нам повезло. У нас абрикосы выдающиеся. На каждом квадратном киватре понесколько. Я потом познакомлюсь с ними немножко. Я говорю, вот почему я говорю, что акклиматизация плодного простения возможна только путем посева. За весьма малыми исключениями. И опять утверждаю потому, что из всех немногих сортов удачно годишность нашего климата большинство составляют сорта, имеющиеся еще на своей исторической родине, способность мириться. Ну, и в данном случае я понимаю с морозами. Вот так вот, ребята. Гражданин Фальков. Я называю гражданином безродния, как в высоком смысле. Вы гражданин страны. Вы гражданин. Я вас к вам обращаюсь. Вы проведите. Вот возьмите сельхозвузы. Выпускники выпустились. Связи какие-то сохранились. Никто не привязывал их к никаким предприятиям. Это до сих пор не принято. И взять из любой тысячи. Ну, сто. Если сто процентов это цифра сто используется. Сколько из ста процентов работает у них же агроном этот? Ну, или смежная область. Если не агроном, то, может, эколог. Хотя они тоже дурака валяют. Потому что они никак не влияют. Хоть ты там задавится от дыма. А что, они ни власть, ни силы не имеют. Только место занимают. Я говорю, как есть. Так вот. Смежная специальность эколог. Кем еще могут быть? А, учитель школы. Все. Вот теперь из ста процентов. Сколько не зря отучилась. Использует свои знания. И вы увидите большой. Большой. Ноль или кукиш. Вот здесь надо было нарисовать кукиш. И в то же время она может работать. Потому что любой человек может вырастить вот такой сад. Я потом специально передачу. Я все равно про каждого расскажу. Вот. Кто еще не знает Леонида Дмитриевича? Я вот с десяток фильмов уже снял его саду. А? Он художник. Его надо было это. По страхам расстрелов запретить рисовать картины. И держать в саду по два часов в сутки. Чтобы он выращивал эти чудеса. Потому что у него талант. А почему он один такой? Сейчас это. Мы же сегодня с ним плакались. Нам скоро по 70. Мы вымирающее племя. Полностью вымирающее. Мы смотрим эти бегущую строку. Наши сверстники моложе нас. Каждый день это. И сколько мы их хороним. Они моложе нас. В саду можно только еще жить, жить и жить. Кто об этом знает? Что в саду. Здесь в сады брошены. Потому что миллионы, миллиарды саженцев. Выброшены мертвыми. Вначале деньги выброшены. Потом саженцы. Вот я навеял у меня. Вот я показываю. Для него так. Разрешение. Захотелся. Сорта мировых стандартов. Да это что? Если он у меня взял два десятка этих черенков. Получилось 20 сортов невиданной красоты. Меня уже обошел. Кто ему разрешил мои эти самые голдены привать? У него уже за это. Мы уже соревнуемся. Но уже обойх они за 500 грамм. А начинали. Это 200-300 грамм. А вот еще Денисенко Андрей. Андрей Иванович. Еще один. Это уникальные ребята. Но и они же вынуждены перебиваться. Чуть ли не это самое. Так. Где повезет устроиться. Где-то заработать. Почему они не нужны? С образованием. С мозгами. С руками. Такими что это. И почему их показывают? Я уже показывал их и раньше. А это тоже. Ну правда это уже не молодежь. Но это же Тотар. Лучшие сливы. Лучшие груши. В нашем районе. А значит где? Лучшие. Вообще Сибири. Не найдете ни в одном ГСУ. Ни в одном НИИ. Что его атакуют ученые? Вот она наша бригада. Это не все. Половина уже в могиле. Да какая половина? 90% в могиле. Это вот еще. 3 или 4 года назад мы были живы. Да все институты страны. И рядом не сели это самое. Близко не могли этого создать. Вот оно. Вот. Акклиматизация. Только у него посева. А мы прививаем. Знаете как мы взяли? Количество. И то что здесь единичное в случае. А мы возьмем единичное в случае. Умножим на 100. И получается лучший этот самый центр садоводства в России. Вот он. Валерий Фальков. Вы же не знаете. Вот он лучший центр садоводства в России. Месяцом раньше здесь были бы груши. Ой. Здесь были бы абрикосы, если вы лежали бы. Месяцом раньше. Знаете какие? Вот такие же по размеру. Я не удержался. Когда работает целый институт в Брянске. Изувечить дерево так назовет его это. Для меня это символично. Это ж я сфотографирую из книги. А? Ученые. Из книги. Не хочу уже эту фамилию. Вот правда. А вдруг послушаю это. Потом еще молят. Изувечить дерево так пройдя до предела. Снизить морозойкость минимум на 10 градусов. Брянске-то. Это не продвигает череши на север. Мы же тоже хотим череши в России иметь. Но до сих пор было только на юге Украины. Так как Персик. Персик череши это юг Украины. Северный Кавказ я послушал этого самого. Нашего друга этого самого. Из Кабарды. Там свои проблемы с климатом. А здесь взять из колечия дерева и назвать это морозостойким. Вы что, херели? И напечатать книгу и учить всех. Это дерево садовый Христос. Христа распяли. И это дерево распяли. Того тыкали копьем. Это самое. И ладони гвоздями примили. И здесь тоже самое. Я не могу молчать. Понимаете? Не могу. Это все на наших глазах творится. И книжку мне подарили вот эту. Чтобы я чему-то научился. Хорошо сейчас подарили. В прошлом году. Поздно меня учить. Это называется трептиз на морозе. И ведь вы что-то шураши вплоть до Сибири. Ну хоть разделите его в конце концов. Назовите областя, районы, где это может еще жить. Я вам сейчас скажу. Северный Кавказ. И то, что прилегает. Ростов, Астрахани, Кубань. Все. Куда вы лезете на север-то? Ну а дальше начинается лирика. Представляете? Из бабочек сделали врагов. А у меня ни одного этого. Я вам потом покажу как-то. У меня две фотографии с этими. С гусеницами. А они не наши. Они привозные. И кто-то привез. Потому что это было лето. А я-то за гусеницами следил. Раньше-то они были. А потом у меня они измелись навсегда. Когда я перестал дурю маяться. Задернил. Развел муравейник. И помог развестись муравьям. Защищая их от этих. От случайных разрушений. И тогда оказалось, что гусениц нет много. И вдруг дважды они появлялись. А это были гусеницы какие-то неправильные. И бабочки, видимо, не наши это были. Их привезли с саженцами. Я вам покажу как-то. Ахните. Уж на что я нагляделся в этом. Но такого я еще не видел. Вы когда увидите, у вас это, полезете, шарится вниз за пазухой валидола. А это просто пример. Самый обыкновенный пример. Вот она бабочка. Вот вред, который приносят гусеницы. Вот это и вещь вред. Это экологическое равновесие. Яблоки мне никто не ухаживает. Никто их не опрыскивает. Просто этот снимок здесь. Он даже не мой. Я в один из снимков даже сейчас. Не Александрова мне пришел этот снимок. Или она может ваш. Вот ради бабочки показал. Ну, а так у меня пять минут осталось. Я скажу пока. А только до последних вебинаров. Что будет завтра? Мне тоже валидол приходится пить. Куда денешься? Мичуринский абрикос. Увеличить плоды, увеличить строя. Внезапно. Внезапно. Не важно раньше. Были большие урожаи, были маленькие урожаи. Дерево было одно. Вы вспоминайте. Кто-нибудь видел у меня абрикос Мичуринский в каталоге? Не видели. Внимание небольшое. Растет, не мешает. Плоды так себе. 20-30, ну, может 40 грамм. Бах! В этом году выдало. И опять вспоминаю. Был рай на земле. И ведь как будто чувствуют изменения погоды. Чувствуют. У меня в прошлом году, Елена Александровна, не надо собрать. Пять сортов вывезли за 100 грамм. Не все. Лучшие, скажем так. Пять сортов. Такого раньше не было. Что я собрался делать? Сейчас я вам покажу их. Видите? Это, правда, поменьше. Фаина измельчала. Ну, потому что в этом году урожай был неплохой. Фаина. Вот. Я просто показываю, что это не сказки, а это действительно витритетийный гиблиб. Вот. Единственное из моих деревьев, у которых трое родители. Маджуриц, академик и королевский. Вот. Сейчас, правда, расплывается. Показывать почему? Потому что я хочу, чтобы у вас тоже такие были. Мне надо как можно больше испытывать, испытывать. Вот. Вот. Видите? Садовод. Вот это вы прочтете сами. Перестройки, в силу разных обстоятельств. Стал заниматься садоводством и популяризацией фруктовых растений в Сибири. Вот. Что там дальше? Можно с ним связаться, выписать. Дает мой... Вот в чем молодец, благородный человек. Дает мой сайт. Во многом, благодаря ему, у меня получился такой прекрасный сад. Многие деревья выписаны из его питомника. Ну, а дальше-то идет еще и технология. А? Это же не просто так. Вот. И получается, что? Что получается? Значит. Вот там уже Бурятия наша. А помните Борасск, помните Иркутск, помните этот самый... Калининград, помните этот... Омниск, помните, помните, помните. Вот. Но нас все равно мало. Все, ребята. Переходим.